Пионерский лагерь Восток-1 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 в одно и то же время днем ложиться спать, вот, ну, такова была, необходимость такая была. И было еще такое понятие, как трудовой десант. Вот его тоже не очень любили, но приходилось участвовать. Райком комсомола наш Ленинский направил меня работать старшей вожатой в пионерский лагерь космонавт Реско-Караганда-Жилстрой. Вот, и я считаю, что мне очень сильно повезло, потому что, ну, наверное, моя судьба и сложилась так, как она сложилась, потому что я попала работать именно в этот лагерь и именно с тем коллективом, с которым мне довелось работать. У меня был замечательный начальник лагеря, великолепный старший воспитатель, мы до сих пор поддержим отношения, в общем-то, переписываемся. Вот, людей более влюбленных в свое дело, людей, которые полны оптимизма, людей, которые готовы дарить все свое тепло, я в жизни своей больше, наверное, ну, мало таких встречала. Этот лагерь, он носил на тематику космическую, космонавторс назывался. И вот когда я приехала, очень здорово для детей, вот это уже, тогда я этого не совсем понимала, теперь уже, будучи педагогом с большим стажем, я понимаю, что дети, пребывая в космонавт, для них было, что мы отправляемся с вами в путешествие вот ровно на 26 дней, каждый на своем космическом корабле, и каждый космический корабль должен носить название, и в каждом космическом корабле должен быть свой, скажем так, капитан, который вот ведет этот корабль, ну и все те члены экипажа, да. И чтобы, вот, ну, скажем так, стимулировать их на что-то, да, мотивировать, было у нас такое вот, что за участие в различных, и за какие-то победы, и еще за какие-то дела, у нас была такая целая карта этого космического путешествия, вот, у каждого, каждому лагерю, каждому отряду давалась ракетка, и вот отмечалось, и каждый день, я вот помню, как сейчас, что был такой момент, что утром я должна была после линейки, после объявления результатов обязательно эту ракетку прицепить, а как-то получилось, что забегались мероприятия, три мероприятия в день, и не успела, ко мне прибежали дети из определенного отряда, с возмущением мы посчитали, у нас вчера было, допустим, там, 43 ракетки, сегодня должно было быть уже 48, почему бы нам 5 ракеток не прицепили, я поняла, что, ну, этого делать нельзя, как бы ты ни был занят, дети, они все считают, они все видят. Было такое понятие, как массовка, вот с детства, я помню это хорошо, это так называемые сейчас дискотеки под рупор, вот такой колокол висел большой, под ним, значит, из радиорубки различные там, я не знаю, где-то пластинки, где-то потом стали кассеты, вот, ну, там без всяких объявлений, без всяких конкурсов, ну, объявлялись танцы, и все танцевали, и это было так здорово, вот, все стремились, конечно, ну, вот в нашем пионерском лагере космонавт была такая традиция, что мы делали так, что для того, чтобы отряд попал на массовку, он должен был какой-то массовый танец нам показать, потому что, ну, проводились различные уроки, в том числе разучивание различных таких массовых танцев, вот, и вот стоял у нас Валентин Людвигович, значит, старший воспитатель, там, ягде, и вот они подходили и начинали нам что-то массово показывать. Если у них было это здорово и весело, со смартфон, ну, пропускали. Безусловно, пропускали всех, но это каким-то образом стимулировало к тому, что на занятия ходить надо. Зубной пастой, безусловно, мазали, но, честно вам скажу, с детских лет у меня было неприятие, потому что в моей практике, когда я сама была ребенком, у нас одного мальчика в лагере так намазали, и причем получилось, что хотели, а он, видать, это, и попало в ухо ему. И у него были очень большие осложнения, и я помню эту ситуацию, как нас ругали, как... и видела, как этот мальчик мучился, потому что очень долго там у него что-то заживало, то ли у него что-то там вылезло. Ну, в общем, с тех пор у меня как-то где-то пошло отвращение. Когда я сама работала, я всегда старалась с детьми разговаривать по этому поводу и приводить этот пример, что поймите, вот. И был такой эксперимент, когда я с детьми делала так, говорила, а что вы ночью-то издеваетесь, а давайте вот днем. И я давала им там гуашь, краску, и мы там друг друга начинали мазать, там пачкаться. За это, конечно, тоже ругали нас, что зачем эти эксперименты, но лучше детям было выбросить адреналин так, я так думала. Вот, кстати, я в руках держу значок, такой я горжусь им, потому что треск карагандажа в строй в свое время, сделал такие фирменные значки, и вот тем, кто были активными, вот эти значки вручались. И поверьте, дети, которые ни одну смену отдыхали, если он в первой смене не получил, он стремился к тому, чтобы этот значок получить и вот носить, что он действительно отдыхал в этом лагере космонавт. Лично я в загородных пионерских лагерях был дважды, и оба раза в автомобилисте. Еще Брежнев был жив. Это действительно впечатление на всю жизнь. Лагерное братство, страшилки по ночам, вылазки на пляж на заре с утренними тайными купаниями, танцы под луной и прогулки по темным дорожкам лагеря под стрек от цикад. Мазание пастой, прощальный пионерский костер и всего две фотографии на память о том беззаботном пионерском детстве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok